доброго времени суток с вами texer продолжаем выживание в старшинирах на вулкане как вы помните в прошлой серии у меня тут была куча проблем с ним долбаным кондиционером и мне написали несколько вариантов решения проблем но я сам поэкспериментировал как тут не подключая я была вот эту часть вывел на отдельный на отдельный аккумулятор и он жил сам по себе отделил от остальной части у меня там не вышибала вышибала здесь во всех углах этой сети мне посоветовали поставить трансформатор и ограничить силу тока или напряжение значит ограничивает четырьмя с половиной тысячи то есть тогда провода гореть не будут и провода не горели но кондиционер врубался постоянно повыше поставим 30 так я тогда решила отделить просто на силовой кабелью оставил аккумулятор хрен с ними и вывел отдельный кабель золотой с медным кондиционер и пусть пашет но тут появилась другая проблема про не за проблем лет может так и должно быть вот у меня полторы тысячи градусов я не знаю он когда-нибудь остановится он успокоится или нет вот вакуумную дрянь мою ведет полторы тысячи градусов это вообще пипец так там вакуум в трубе тут у меня еще 150 он роняет ее температуру да но блин там сколько тысяч градусов выдержит от труба я не знаю какого-либо спасения тут у него нету то есть он фигачит будет ли он фигачить бесконечно до прогорания трубы я не знаю он идет вверх больше тысячи градусов я не знаю сколько труба просто выгодит выдержит это все очень стрёмно давайте остановлю пожалуй я сохранил конечно игру но не хотелось что на рвануло я как-нибудь потом попробует дело завести кстати у строка игроков цельсия это вот эта штука греется да так ну 770 паскалей сколько там в программе забыл не помню но пусть качает сок мега паскали на самом деле пусть качает тут у нас будет бак с углекислотой надует и надует да мне говорили что темно я буду делать бегать но день был все таки как-никак далее вот тут наши доблестные вентиляторы они сейчас работают все равно у меня тут в комнате 43 градуса видим видим из-за того что там вот это вот все пашет я думаю поэтому сделаем следующее как вы помните отсюда чип убрал так вот сделаем схему управления этими вентиляторами провалочка фига схема управления этими охладителями тут и запилим мне кажется там этот бак воду мутит оранжевый то есть трубы то я изолировал трубы я изолировал посмотреть температуру падает это как понимать тут вроде выключено было чё она падает нет не то что я против что она падает просто ладно тут жарит я думаю этот оранжевый бак он скорее всего пропускает тепло как пропускают желтые трубы но ладно ладно а тут чего слушать а вот это интересно вот в этой трубе есть давление красить падает как это я ж оттуда все выкачивал ну и газ там такой себе не фонтан водородца о то есть там не вакуум в этой дырке не вакуум 20 килопаскаля который кстати который падает почему-то ни хрена не вакуум ладно будем думать вот тоже мне еще боговин на мою голову ну открывать я это не хочу по одной простой причине если это открою у меня в сети газа кажется здесь то есть мне нужно там пассивка стоит то есть активка то я не спасусь почему там есть воздух я не знаю не открывал почему есть воздух не понимаю но от давления не совпадает с давлением трубы то есть трубе здесь 200 с лишним килопаскалей кстати холод холодает чем там холодает о не понять непонятки какие да смотрите в эту трубе 22 килопаскаля температуру падает в этой трубе 240 килопаскалей температуры давления падают ну понятно что давление падает из-за температуры ну что у меня там внизу творится то есть там там по любому не вакуум хотя вроде герметично да ладно откачаем посмотрим откачаем потом посмотрим тут температурка медленно идет вниз хорошо короче все работы пошли заниматься охлаждением дома пока меня просто не молотят на пропалую кстати отчет тут у нас давайте давайте посмотрим смотрите смотрите 42 градуса фигня давление маленькое 42 градуса так значит что ставим ставим я тут уже сварил микросхем два чипа ввода-вывода чип памяти и чип обработки ну стандартный набор вообще по моему для любой регулировки так тут по углам напихать можно давать тут попробую разместить что он уже сначала учить чип тип тип чтения дать сразу на вывод поставим чип множественной записи множественной записи вот это вот вообще на самом деле до пауэрд критикал сколько там критику 98 сейчас нам туда он поставлю надо батарейку поменять с фонариком бегать это не хухры-мухры с маленькой батарейкой так это я тогда сейчас сниму развернуть просто чтобы питание шло сверху так между ними мы воткнем чип обработки нам нужен чип сравнение сравнение вот это вот не влезешь на сравнение вот то что то что не влазит болен хочешь оттуда хочешь отсюда втыкает она давай сама напросилась туда а здесь у нас будет чип памяти тоже будет не здесь вот так дальше подключим проводов у меня правда не вагон будем надеяться что хватит хотел тут некоторые надо прям оплетать щелкаешь в все стороны чего сразу не прицепиться к чипу а хрен его знает так ну давайте поехали это в эту сторону кручу вот так 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 подключили две осталось ну да я же говорю не хватит нам еще тут короче погнали проводов и побольше то что прям гору проводов на путь будет мне еще посоветовали стакер поставить чтобы ну вот так вручную их не собирать что воно стакер собиралась да неплохая идея но есть небольшая проблема которая состоит в том что мне же надо какое-то количество сделать я не могу весь слиток там имеющийся внутри перевести так что стакеры пока подождут так есть подключено подключено так с этими все у них три подключения то это четыре подключения у него самая такая гнусная подключалка все подключено сравнение reader writer все нормально итак на начнем с этого это у нас будет температура в комнате память хорошо набрал комнате память подтвердить и суда мы сейчас зададим вот а в чем он меряет погодить к таком мире по моему мерить в кельвинах это там 273 разница да да пусть 273 и 22 295 подтвердить ок так это управление охлаждением так это у нас чтение т комнаты комнаты пойдет это у нас сравнение вот так вроде все самое время налаживать как это все уже быстро получается так ты у нас называешься датчик комнаты один неплохо так прощелкать бы до там кельвинов цельсии было датчик комнаты один переменная температура тыс да в кельвинах так блин у них мощности не хватает ну ладно у меня там есть мысль еще охладиловку поставить но надо разобраться с той ямкой так сочли температуру в комнате давай тут теперь вход первый вход улице нет чтение температуры комнаты она она зачитал тут вот это температура в комнате память отлично не равно меньше больше пошел больше состояние 0 а больше вот состояние 1 все состояние 1 это с нее пошел сигнал то есть пока вот это больше этого тут будет идти сигнал сигнал у нас приходит сюда сравнение таком сигнал пришел выводим охладитель воздух на все охладители воздуха который существует в системе лог он тыс то есть сейчас тык 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 тыс охладитель воздуха что мне также об болотная включить прекрасно в чем была проблема я не понял поскольку я эту штуку прощелкал они включились он будет включаться сам я выключил я охрен охрен выключил погодите ну-ка тыс мне все у него команда пошла хоть невырубаемая да ходит это дело включи хоть ты выключи ладно заработал что тут скажешь что тут скажешь оно заработало нет я могу вот это вот убрать вот из он залочен так сейчас секунду это изменим сейчас 0 0 на тебя 0 пришел лог ты разлочен ты разлочен залочен вот разлочил нет он залочен блин как мы тебя разлочить охладитель у тебя состояние 1 лог надо чтоб состояние 0 пришло состояние 0 состояние 0 ну он залочен все равно давайте я его тогда переразберу просто немножко не получилось они же не залочены далее тут николс тут ни хрена николс вернем просто как было и включим температура комнаты больше указано да greater greater теперь оттуда единичка пошла сюда пришла единичка зачем на светильник а потому что я выдернул охладители охладитель воздуха setting он 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 и они включились все заработал отлично работа ничего было просто закапываться всякую хрень все вот она работает теперь на микросхемах а не на чипе это все дело можно закрывать уже сюда я уже не полезу сюда наверно тоже закрыли так то на самом деле а ну тут еще снимать буду эту так 44 градуса но они немножко не тянут вообще я бы еще поставил охладителей но тут у нас непонятная ботва происходит так давайте смотреть что тут у нас в трубе 141 градус тут 1000 градусов почти причем такое же какое в этой трубе у меня что там трубы соединены что ли я не понимаю но тут у них давление разное тут 194 тут 117 причем в ней кислород даже есть а нет там нет кислорода ты в комнату посмотри совершенно непонятно теперь труб кстати падает совершенно непонятно что происходит в этой трубе вакуум у меня такое ощущение что вакуум охлаждает вот эту комнату внизу а из комнаты охлаждаются вот эти трубы причем там воздух внизу ну вот возможно не все откачал но сейчас туда уже откачивать нельзя поэтому мы этот холодильник потом будем выкачивать чутка по другому ладно работает прекрасно 20 минут однако блин я хотел все по другому конечно я хотел разобраться вот с той печкой ну давайте попытаемся все же это сделать ну я там повозился немножко с камерой еще не наделал тут еще в процессе но подумал что это будет очень долго тренировать на отдельную серию поэтому я решил пока вот тут заняться откачкой оттуда потому что черт его знает что там приключилось давайте запустим и посмотрим что там за хрень случилось с ней так пошло давление вниз а тут вот вот реально по виду там герметичности нету то есть вот где-то вот тут стоит как его не радиатор а вентиляция открытая батарейка кончилась ладно фигня работой пока сейчас пока перезарядим сейчас пока перезарядим ить туда сюда погнали 50 градусов жарко тут черт возьми так смотрим что в трубе 8 кило паскаль ну насос работает что я могу сказать насос фигачит тут на выход стоит так что все хорошо да не быстро все это идет тут давление то уже там 162 тут 7 морозилка работает тут 150 кстати падать не собирается пока ну и в целом жарковато в комнате бак дышит жаром я так понимаю мне это не нравится ну блин что поделаешь куда деваться падает так ладно давайте я за кадром подожду и вот тут сразу заколодило прыгает температура тут тоже прыгает давление или уменьшается не смотри уменьшается только что прыгала ладно будем надеяться что выжмет ну уже не так много осталось а я пока начал вот тут строить охлаждение еще для комнаты потому что ну не берет не берет собака страшная так давай фигач пока а ты мне фига не труб рыжих рыжие трубы вот они есть из чего одна труба один кремний ладно одна тоже пойдет кремний кремний кремния урода 48 7 чё кремния урода и мало о как ладно так нажали стоям вот какой груз стакер чё стакер я без стакера могу так ну тут у нас будет подключение к общей конструкции сейчас у нас там этот ридер то райтер взбесится и подключит стенд я надеюсь оп ему гнать некуда ну да согласен так довольно хотя повернуть т отлично отлично но это охладители чё мигают а хрена чё не мигают я просто не могу там поставить к этой линии подключить потому что эта линия с долбанным кондиционером который век бы я не видел так но сюда оно идёт очень странно пойдём ах ладно сюда так чё я хотел датчика так труба 154 ну уже близко к завершению 500 градусов почему 500 градусов так здесь тут минус тут уже минус а так это зараза и выключена вот тут у тебя тут минус рубись нечисть сейчас у тебя плюс будет да пошла в плюс ну там пошла уменьшаться так ладно я сразу несколько дел пытаюсь сделать просто это не очень хорошо не делайте несколько дел сразу ничем хорошим это не заканчивается так здесь отец сюда что ж тебе жаба такому-то не нравится так выключение охладители воздуха он ок но там же тоже охладители воздуха фиг ли вы его не включаете ну и непонятно непонятно энергии мало опять да не 50 50 не мало но он же состояние 1 батч райтер так так дайте я сделаю так я это выключу и мы посмотрим так состояние 1 отключили вернули охладители воздуха это все охладители воздуха что на вас команда не проходит а вот нон сеттинг он вырубил а если я попытаюсь его вырубить то он останавливается офигеть а эти мигают а им гнать некуда да ошибка потому что ну да в общем как-то странно но он конструкция работает то есть он сюда сигнал свой шлет но он шлет его один раз он его не повторяет то есть если не пришло все а-ля улю ты прошел то есть если я сейчас поставлю еще и на охладитель охладитель он его не включит ток и на изменения ну ок ок значит это когда надо будет он его выключит так мне тут трубу надо так 25 паскалей ну давай выкачивать до нуля-то себе я надеюсь так тут в трубе 120 градусов Цельсия ну как бы работа то идет 119 а нормально еще подождем так погнали тут все еще мигает потому что в трубах вакуум в какую сторону я сейчас его включил то посмотрим в трубах по-прежнему вакуум тогда переключим вот а наоборот да туда надо ну давайте сколько нужно нагоним давление падает или прибавляет прибавляется все-таки это не то вот то да пошло в рост атмосфера ну давайте несколько атмосфер сделаем так две-три да блин выключение нажал ну давай там будет 100 тип 5 атмосфер все охлаждиловка работает можно разбирать разобрали разобрали так сюда тут вот так что в итоге получилось там внутри нормально так охлаждиловка пошла шикарно шикарно сейчас глянем еще в эту трубу сейчас я только разберу все нафиг ну чтобы не оставлять как попало не понятно почему зеленым остался ну черт его знает захотел так теперь заглядываем в эту трубу вакуум наконец-то отлично тут включу а он сейчас насквозь пройдет не прошел тут что у нас минус 80 однако и продолжает падать то есть у меня там был внизу все-таки не вакуум теперь пустота да ну что ж я тогда не буду вскрывать это дело все нормально сейчас просто конструкцию разберу она мне значит получается больше не нужна все еще немножко тут проблемка появилась у меня вот это вот высосало всю энергию то есть с солнечной панели почему-то зарядка вся шла сюда я не знаю в чем фишка вот правда ну во-первых надо солнечных панелей тогда добавить еще этих мало надо подкинуть ну во-вторых видите пока перерубил то есть пока у меня вот тут козябра не работает хотя можно включить на самом деле работает давай старт так так погнали дальше разбирать так тут даже не знаю оставить этот аппендикс не оставить там не видно ну там на обоих пассивка стоит на самом деле просто чтобы не ставить еще пассивку для добычи другого газа я пока так вот оставлю с трубкой пусть будет так эту забрать пригодится мне еще насос туда на улицу в печку пригодится одна из причин по которой я сначала здесь делал так подключись все ну вроде все нормально так давно похолодать в комнате 49 не сильно тут холодает ну тут с чем-то все равно в баллоне даже не знаю чем помочь всему пошел нагрев как видите опять тут что ну а тут вакуум выгребли но тут все равно греется ну и ладненько переживет фигач давай сакума чисто идет сакума так там горит красно ну вот выжрал почему такой у него пошел выжар я не не могу понять вот они тут на три делятся вот проводами то есть три равноценных батареи причем вот и даже больше почему шло не в те а в первую очередь шло в эту тайна реально тайна причем даже провод так далее подходит первый ну хрен их знает в любом случае кондиционер я думаю как тут охладит успокоится тут у нас два мегапаскаля уже х работают так ну такая вот суетная серия получилась причем даже получилось наоборот по сравнению с тем что я хотел я хотел вот тут сделать я хотел сделать в чем мысль то была вот эту печку сделать не от газа что он горело а нагревать ну воздух ну воздух пусть будет ну короче местную смесь газов нагревать и подавать туда и этим плавить вот я тут заготовил камеру нашу нагрева управлять тем самим естественно микропроцессор должен но как видите пока увы не смог отвлекся и закопался ну тут тоже сложно тут тоже очень сложно как бы оно еще потом не рвануло вот эту камеру мне нужно еще заковырять датчик вывести провода и закрыть ее нахрен крышкой и дальше уже колдовать здесь видимо это будет в следующей серии так что господа на этом пока все жмите пишите до новых встреч углекислота пусть копится выбора следующий субтитры выбора вы